Задуматься о грамотном озеленении Туркестана депутатов заставил горький опыт высаживания хвойных деревьев. Шимкенте растения не смогли прижиться в непривычном для них жарком климате. Как ни старались власти, сколько миллионов не тратили, а те, что выжили, не принесли особой радости. Саженцы не создавали такой нужной тени в поля исчезной. Почему в Туркестане на главных улицах высажены можжевельники? Неужели Шимкент не стал уроком? Большинство посаженных можжевельников в знойное лето сгорели и высохли. Потом приходилось высаживать заново, опять тратить деньги. Благоустроители духовной столицы заверяют, что промахов на этот раз не допустят, а зеленение в Туркестане проведут по-умному. Возле хвойных деревьев высадят лиственные. Они могут не только выжить колючим растением, но и закроют своими кронами в жаркое время года. В Туркестане на улице Бегзата-Сатарханова между полосами дорог специально высажены карликовые деревья. Можжевельники невысокие. Это чтобы они не закрывали панораму, ведь вдоль улицы с одной стороны находится крупный парк с аттракционами, с другой – скверы. В городе мы посадили не только можжевельники, но и сосны, клёны и другие деревья. Озеленяют не только центральные улицы областного центра, но и окраины Туркестана. Вдоль трассы Западная Европа-Западный Китай посадили быстро растущий павлоний в перемешку с хвойными деревьями. На создание зеленого пояса вокруг города Туркестана, а также на работы по озеленению, из бюджета был выделен 1 миллиард 800 миллионов тенге. Здесь предусмотрены средства на уход, полив и прочие расходы. Контролировать огромные траты на озеленение депутаты будут лично. Проверить, насколько все заверения чиновников о приживаемости саженцев окажутся правдивыми, можно будет уже весной.